Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического материала, посты с техническим анализом, фундаментальным анализом, все вам в помощь для принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря самый важный релиз этой недели, данные по американскому рынку труда. Это официальная статистика, которая всем известна под названием Non-Farm Payless. Ее мы ждем в 13.30 по GMT. Также под конец текущей торговой сессии состоится выступление Чарльза Эванса, еще одного представителя американского регулятора. И нам было бы не лишним уже окончательно прояснить для себя позицию представителя американского регулятора относительно дальнейших перспектив американской монетарной политики. Хотя эта позиция уже практически предельно ясна, потому что большая часть из них уже высказались на последних неделях. Вот последние две недели, вы помните, мы по сути каждую торговую сессию говорили о каких-то комментариях представителей отдельно взятых. И все они единогласно поддерживали идею целесообразности сохранения прежних темпов ужесточения монетарной политики. Индекс доллара на данный момент котируется на отметке 104.65. И распродажи доллара продолжаются. Это довольно плохая новость для тех, кто делал ставку на покупку американской валюты. Я, собственно, один из тех, кто верит в рост этого актива. Впереди из фундаментальных событий три серьезных инфоповода, которые должны стать разворотами для курса американского доллара. Это данные по рынку труда, потом отчет по инфляции, заседание американского регулятора. Если ни один из этих фундаментальных триггеров, которые по сути являются даже фундаментальными бомбами, не смогут вернуть покупателей на рынок, то, соответственно, мы с вами, друзья, пересмотрим свое отношение к доллару и войдем в 2023 год с пониманием или даже уверенностью в том, что доллар будет оставаться под давлением. Но пока три этих инфоповода еще только лишь впереди, я буду удерживать длинные позиции. И сегодня первое испытание, значимое для продавцов, это как раз данные по американскому рынку труда. Я не ожидаю, что отчет будет существенно сильно негативным. В целом, я жду хороших цифр, которые могут поддержать идею того, что американская экономика легко способна переварить не менее 3-5 повышения процента ставки в перспективе уже 2023 года. Давление на доллар, которое мы видели, стало следствием выступления Пауэлла в Бруклинском институте Вашингтона, в ходе которого он просигнализировал о готовности замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки. И это, конечно же, подняло настроение продавцам, потому что тут же были сделаны выводы о том, что американские регуляторы в декабре повысили ставку на 50 байстных пунктов. Вчера мы как раз эти тезисы разбирали, и я снова вам подсвечиваю, друзья, что это не новость в целом для рынка, не откровенность для нас, потому что мы были тоже еще до выступления Пауэлла абсолютно уверены в том, что ставку уместно повышать уже не такими агрессивными темпами и целесообразно замедлить темпы дальнейшего ужесточения на политике. И, собственно, сам Пауэлл вчера дал понять, что замедление темпов повышения процентной ставки это вовсе не одно и то же и вовсе не означает, что американский регулятор готов завершить очередной цикл ужесточения политики. Высокие процентные ставки будут оставаться долго в течение не меньше года в американской экономике, потому что главная задача американского регулятора это стабилизировать инфляцию в районе двух процентов. По поводу макроэкономических данных вчерашнего дня личные доходы хорошие цифры по американской экономике рост на на целых 0,7% против прогноза 0,4%. Расходы выросли на 0,8%. Здесь полностью совпало с ожиданиями рынка. Несколько разочаровал отчет АСМ производственного сектора, который снизился с 52 до 49. Мы работаем, по сути, со смешанными данными уже не первую торговую сессию. И это добавляет нам еще больше оснований для размышлений относительно состояния американской экономики. Но все равно, что бы мы ни думали, друзья, мы должны понимать, как все это, как этот фундаментальный фон скажется на будущих решениях американского регулятора, о фактических решениях Федрезерва по ключевой процентной ставке. Сегодня у нас не будет возможности как-то двузначно интерпретировать данные. Будет конкретно один релиз по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню безработицы. И, как я уже отметил, я думаю, что со мной согласятся покупатели доллара. Это один из предстоящих, предыдущих трех инфоповодов, который может легко развернуть позиции американской валюты, поспособствовать восстановлению, опять же, этого инструмента. Я ожидаю постепенный рост индекса доллара в район 107-108 пунктов. Золото пока что радует. Текущие котировки 1798 долларов за трость кунцу, хайбл 1804. Я рекомендую держать длинные позиции с целями 1820-1830 и там уже фиксироваться, ожидая непосредственного выхода отчета по инфляции в США и заседания американского регулятора. Мы и так уже неплохо прокатились на вот этом локальном восходящем ралли. Рынок нефти 87 долларов за баррель. Здесь предлагаю все-таки, друзья, уже подумать, не стоит ли рискнуть. Фактическое решение принимаете вы, конечно же, но я сегодня залез в длинные позиции, поскольку такой хороший фундаментальный фонд, такое большое количество позитивных факторов, вряд ли это стоит игнорировать. Напомню, что среди факторов поддержки для рынка нефти ослабление карантинных антиковидных мер в Китае, хороший отчет ПМА сектора производственного тоже китайской экономики, рост до 49,4 со 48,9. Ну то есть индекс ниже 50, это, конечно же, плохо, потому что это указывает на то, что отрасль остается в стагнации. Но рост здесь очевидный. При таких темпах следующий месяц уже будет выше 50 пунктов. Давайте немного поразмышляем, добавляя оптимизма. Запасы нефти США резко снизились, это мы говорили, разбирали вчера, больше чем на 12 миллионов рекордный спад 2019 года. ОПЕК проведет заседание в это воскресенье, по предварительным данным не изменят квоты. Без дополнительных объемов поставки со стороны участников ближневосточного картеля рынок останется дефицитным и это фактор поддержки для котировок. И 5 декабря вступает в силу эмбарго на поставку российской нефти морским путем и еще 5 декабря вступит в силу решение о потолке цен на поставляемую российскую нефть. Как на это отреагирует Россия, тоже уже обсуждалась принципиальная позиция не поставлять нефть в те страны, которые поддерживают данные ограничения. Поэтому готовимся к тому, что уже в первом квартале объем нефтедобычи может сократиться от 1,5 до 2,5 миллионов баррелей в сутки, я имею в виду российский регион. Поэтому 2023 год с учетным вот текущего новостного фона мы можем начать с очень хорошей базой для восстановления цен на нефть. И я уже начинаю всерьез верить в те ориентиры, которые ранее были обозначены Голман Саксом и Морган Сэндли, что бренд легко превысит 110 долларов за баррель. Европейская валюта 1,0521 евро настойчиво игнорирует фундаментальный негатив, причем его хватает. Это роничные продажи по Германии, которые просили на 5 процентов, друзья, в годовом выражении. Вчерашний блок данных по активности производственного сектора ПМА Германии. Исторический минимум, по-моему, 46,2 по еврозоне в целом тоже один из рекордных показателей снижения до 47,1. Ранее вышел отчет по инфляции, который показал, что инфляция замедлилась и, соответственно, более низкая инфляция – это возможность для Европейского центрального банка притормозить с агрессивным повышением процентной ставки. И тоже должно было бы негативно сказаться на динамике евро. Но, видимо, весь этот фонд сейчас полностью отходит на второй план, и евро интересует то, как ведет себя конкурент европейской валюты – доллар. Я считаю, что в таких условиях с инструментом лучше не работать. Давайте дождемся туда развязки по непосредственно доллару с учетом тех грядущих событий, которые я назвал, и уже потом будем расширять наши инструментарии и прочими торговыми сделками и идеями. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!